Тарычева деревня с многовековой историей. Она упоминается в песцовых книгах еще с 1627 года. До 2006 года она относилась к городскому поселению Горки-Ленинске, после перешла к Видному. Именно с того момента и начались проблемы, решать которые никто не торопится. И первая местная библиотека. Некогда она была своеобразным центром культуры, но старенькое здание, которому пошла вторая сотня лет, не ремонтировалось, а потому однажды просто стало аварийным. Книжный фонд вывезли, а само здание продолжает разрушаться. Здание это построено до революции. То есть это когда-то была купеческая лавка, потом было общежитие какое-то, потом еще. А в 1953 году открыли библиотеку. И вот с тех пор библиотека существует. Но сейчас она закрыта, ввиду того, что санитарное состояние ее очень плохое. Но обещают. Это наш центр. Здесь должен быть и телефон, и все. Вообще здесь. Это жизнь нашего Тарычева. Если библиотека пропадет, мы вообще остались без ничего. Как это так можно? Уничтожить центр. Жители деревни считают, что о них совсем забыли. Почту давно перестали носить. Нет почтальона. На мемориал, на котором выгравированы именно тех, кто не вернулся с фронта, окружили высокие заборы. Потомки, внуки не могут подойти толком к памятникам. Потому что нужно надевать болотные сапоги, чтобы подойти сюда. Вот мы можем убедиться. Смотрите, что есть. Ну вот, не знаю, просим администрацию, чтобы как-то помогли нам с этим памятным местом. Грязь появилась тогда, когда по главной улице деревни стала ездить строительная техника. Дорога очень быстро приобрела плачевный вид. С приходом сюда компании МИЦ появились и другие проблемы. Но если к тому, что стрела башенного крана маневрирует над жилыми домами, грозя однажды что-нибудь уронить, местные уже привыкли, как привыкли и к круглосуточному шуму от строительных работ, то аллею, которую посадили еще родители современных тарычевцев, пытались сохранить всеми силами. Хотели придать ей статус аллеи памяти в честь 70-летия Победы. Но, увы, ни собранные подписи, ни прошения не помогли. 150 деревьев. Все подчистую вырубили на основании, выданное заместителем Кошмана, селезнем поробочного ордера в 2013 году. Поробочный орден был дан, но у МИЦа до сих пор нет. Проекта согласованной дороги, зачем он вырубил эти деревни, совершенно непонятно. Многие в деревне живут с рождения, потому людям особенно больно видеть, как уничтожается все, что им дорого и близко. Делали дорожку пешеходную, и деревья посадили жители в сувотник, ломать не строй. И возвращаясь все к той же улице. Улица, впрочем, она не имеет названия. Жители вынесли предложение назвать ее в честь Героя России, ведновчанина Фарвата Якупова, и снова наткнулись на препоны. Многие воспрепятствуют нам, некоторые инстанции. Говорят, что, допустим, у вас возникнут проблемы с переоформлением документов. Мы готовы пойти даже на то, чтобы мы сами соберем эти документы и отнесем, понимаете, куда нужно. Пытаемся и стараемся воспитать молодежь, тем более сейчас такой подъем у нас в России, понимаете, идет воспитание патриотизма, а тут как-то нам палки в колеса ставят. Долгие годы не решается еще одна важная проблема – водоснабжение и канализование деревни. Воду здесь по старинке носят из колодца. Перестав надеяться и ждать помощи у местных властей, решают проблему своими силами. Сейчас тоже с мертвой точки это дело сдвинулось. Потихонечку тоже здесь был представитель с Московской области, тоже с министерства ЖКХ. И он сказал, что сейчас надо сделать на данном этапе. И сейчас мы как раз собрались, чтобы скорректировать вот эти действия, чтобы наконец нам технические условия изготовили. Потому что у администрации обычная присказка – у нас денег нет. У администрации, считают местные жители, нет ни денег, ни времени для их деревни. Мы тоже попытались связаться с исполняющим обязанности главы городского поселения Видное, но тот и для нас оказался занят. Татьяна Брылова, Алексей Иванов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.